Трудная победа очередная. Вот эта игра на встречных курсах, которая уже была во втором тайме, она сводится к тому, что здесь, конечно, огромное значение имеет реализация моментов. Я думаю, что забей один из своих быстрых переходов из обороны в атаку, используй свою сильную сторону и забей второй мяч пораньше. Я думаю, что можно было бы успокоить игру и уже спокойно доиграть ее. Ну а так, конечно, когда реализация немножко хромает, безусловно, вот та концовка нервная, которая получилась, она свойственна таким играм. Поэтому соперник имел хороший момент, когда попал в стойку ворот и в какой-то степени нам повезло. Ну а так, в целом, рад, что в таких непростых и погодных условиях ребята сегодня проявили характер и поблагодарил их за эту игру. Да, трудная победа, но все-таки я считаю, что она заслуженная. Для любого футболиста это всегда памятное событие. Вот и в предыдущей игре Родион Печура у нас забил дебютный гол, да, наш воспитанник. Это все-таки прекрасные, приятные моменты. Я думаю, что ребята тоже эмоционально заряжаются после таких моментов. Ну мы в какой-то степени, в первую очередь, эмоционально радуемся победе команды, да. Ну а потом уже, когда чуть-чуть эмоции улягутся, после выходного, конечно же, мы поздравим наших ребят с первыми дебютными голами на уровне высшей лиги. Для меня это как день сурка какой-то. Выходим, настраиваемся, я ребят... Ну что, я поблагодарил ребят за игру, потому что мы точно не заслужили поражения, точно. И хочется обижать там соперника, своих коллег, которые качественно работают. Но я думаю, что мы сегодня как минимум были не хуже, так мягко скажу. Ну вот видите, нам залетает с рикошетами, с 30 метров. Ни в похожих ситуациях, ни в каких-то иных ворот соперника не залетает почему-то. Сваливать все на везение неправильно, конечно. Нужно искать в себе, нужно анализировать, чем я и занимаюсь ежедневно. Я ездил ночно уже в последнее время. Мы в прошлом матче, опять же, может быть не скромно, но я считаю, мы переиграли и лидера чемпионата. Точно так же пропустили два нелепых гола. Но в этой нелепости и есть системность, и есть дисциплина, и есть организация игры. Голы детские, голос углового, забитые из вратарской при зонной организации обороны при угловом ударе. То есть это само по себе уже нонсенс. И когда ты пропускаешь такое, это ненормально вообще. И то есть, знаете, Рево там говорит, великого до смешного один шаг. То есть мы там провели шесть атак на загляденье, такие симпатичные, приятные, совершившиеся в армию створ-ворот. И точно не заслужили поражения в прошлом матче, подчеркиваю, с лидером. В Гродно, где-то играли в гостях, так, в хронологии двигаясь назад. Играли в гостях, ну, на ничью не играли. Там пенальти такой же смешной, как сегодня примерно был. И, знаете, не хочется списывать на это, собственно, неудачи в том числе. Я заявление в понедельник напишу руководству, там решать им. Потому что, ну, может быть, дело-то во мне, бог его знает. Играть одно дело, а выигрывать другое. К сожалению, не так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.